Ситуация с коронавирусом, к сожалению, не затихла. Количество заразившихся с каждым днем растет в Казахстане. Уже 97 человек заразились этим новым вирусом. Студия сегодня работает в прямом эфире. Хочу представить нашего гостя. У нас в студии сегодня врач-инфекциониста Курганской городской многопрофильной больницы Анжелика Руслановна Ким. Здравствуйте. Говорят, прогнозируют, что до конца этого года 80% населения охватят этот новый вирус. Это в Европе, так сказали. Что вы скажете, как инфекционист, который занимается именно проблемами вот таких вот болезней? На сегодняшний день, в общем-то, таких прогнозов ученые не дают, что 80% населения заболеют коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день дают предположительно данную эпидемию в промежутках полтора-два месяца. Поэтому уже те страны, мы знаем, что Китай, где очень большая высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день ни один случай не зарегистрирован. И их вспышка протекла в промежутках 3-4 месяца. Поэтому говорить о том, что 80% сейчас, конечно, об этом нельзя. Ну, это, наверное, утрирует. Вообще, в целом, вот если вначале у нас была паника у населения, что коронавирус появился такой новый вирус, хотя он не новый, просто это был новый вид. Потом была некая обеспокоенность, теперь уже люди расслабились, даже перестали какие-то профилактические мероприятия проводить регулярно вот к таким людям. Что вы скажете? Я, конечно, призываю всех людей, с учетом того, что у нас в Казахстане идет небольшой рост коронавирусной инфекции, не расслабляться. Но в то же время и не паниковать. Просто соблюдать все меры, профилактики, которые могут защитить каждого из нас от коронавирусной инфекции. Как? Мы уже много говорим, но лишним не будет. Подробно расскажите, как нужно защищаться каждому? Во-первых, мы знаем, что в группу риска входят дети и пожилой возраст, поэтому предпочтительно, чтобы этот контингент людей находился как можно больше дома по возможности. И элементарные вещи это мытье рук, ношение масок, особенно в тех местах, где скопление народа, использование различных дезинфектантов для обработки рук или верхней одежды. Например, какие препараты? Сейчас много антисептиков, которые предоставляют аптеки. Можно одним нажатием обработать руки. Таких в аптеке продается очень много видов. И здесь у людей появляются разные мнения. Говорят, один препарат лучше, другой антисептик хуже и так далее. Бывают между ними какие-то лучшие или худшие? Нет, нет. То, что продается в аптеке, они все сертифицированы, все пройдены различные инстанции, которые определяют их качество. Поэтому их смело можно использовать. Все они распродаются в аптеках, все они хорошего качества. Хочу напомнить нашим телезрителям, студия работает в прямом эфире. Вы можете позвонить на телефон 40 0109 и задать волнующий вас вопрос нашему гостю. Помимо этого, работает телефон WhatsApp Messenger. Также вы можете написать. Мы ваши вопросы адресуем нашему гостю. Звоните. Скажите, пожалуйста, вот все, что люди, какую информацию в основном получают через интернет. И вот там люди начали сеять какую-то панику. Это те люди, хотя таких находят, их как-то, наверное, штрафуют, я не знаю, но как-то их наказывают, чтобы вот такой, ну, таких вот недостоверных информаций они не выкладывали. Но, к сожалению, есть такие, вот сегодня только прочитала, что в противовирусных препаратах содержится компонент, вызывающий бесплодие, говорят. И этим препаратом лечат врачи. Ну, кто-то такой выложил, и люди начали это сильно обсуждать. Поэтому это тоже вызывает страх. Откуда он взял такую информацию? Что вы, как врач, прокомментируете? Скажите. Конечно, сейчас в интернете очень много информации. Эта информация не всегда корректная. Поэтому я рекомендую обращаться в медицинские учреждения. Можно даже обращаться на скорую помощь. Колл-центры работают. Просто в поликлинику, к своим участковым врачам, даже медсестрам. То есть каждый сейчас медработник владеет информацией, что делать с пациентами такими, или какие бывают симптомы, и как помочь данному пациенту. Те препараты, которые используются при коронавирусной инфекции, они показали эффективность использования этих препаратов в тех странах, особенно где была высокая заболеваемость. Поэтому у нас, согласно протоколов специальных, клинических, разработанных, рекомендовано использование этих препаратов. Но дозы, длительность учитываются. Их побочные проявления обязательно учитываются. И поэтому в данной ситуации о бесплодии даже речи не может быть. Не может быть. Это тоже недостоверная информация, видимо. Что вами делается у вас в больнице? Ну, наверное, такие люди приходят к вам, которые хотят просто провериться. Что-то их беспокоит. Они начинают бояться коронавируса и хотят обследоваться. Есть такие? Как вообще защищаются ваши медики? Какие условия созданы? Ну, вот такие вот особые условия для медиков. Ну, на сегодняшний день не только наши больницы. Я думаю, что все медицинские учреждения стоят на страже коронавирусной инфекции. Поэтому каждое медицинское учреждение имеет запас различных медикаментов, имеет запас различных средств защиты медработников. И в то же время разработаны различные методы для того, чтобы те пациенты, которые будут поступать, не имеющие коронавирусной инфекции или имеющие коронавирусную инфекцию, чтобы не могло произойти такое, чтобы там внутри больницы не заразились. Поэтому в любой медицинской организации, конечно, обращаются такие пациенты, которые обеспокоены коронавирусной инфекцией, которые предполагают, возможно, что у них такая есть инфекция. Естественно, мы осматриваем этих пациентов, выясняем, действительно ли возможность заражения у этого человека, есть коронавирусная инфекция. Если нет, то мы обследуем и проводим последующие мероприятия. Много ли людей к вам обратилось? Ну, как инфекционисту вам, наверное, много людей и звонят, наверное, спрашивают, какие первые признаки, что надо делать, как защитить? Ну, конечно, сейчас очень много людей обеспокоены этой инфекцией, поэтому звонят, спрашивают, куда им обратиться, какие меры профилактики сейчас можно до того, что перед тем, как заболеть коронавирусной инфекцией, можно использовать. Поэтому мы стараемся ответить в полном объеме. И что же надо делать? Скажите, пожалуйста, какие первые признаки? Хотя мы говорили, но, однако, есть у людей сомнения, начинают бить тревогу. Коронавирусная инфекция, это как и любая вирусная инфекция, протекает почти по симптомам очень одинаково. То есть, как при вирусной инфекции, при коронавирусной инфекции, это, конечно, первое, это повышение температуры. Поэтому вы обратили внимание, что у всех замеряют обязательно температуру тела, что может сделать каждый самый на дому. Появление насморка, появление кашля, появление боли в горле, ломота в теле. Если это осложняется, конечно, появляются более уже тяжелые клинические проявления в виде одышки, затрудненного дыхания и поражения, конечно, других органов. Но это не означает, если такие симптомы есть, это не означает всегда, что это коронавирусная инфекция. Поэтому всегда мы, инфекционисты, спрашиваем эпидемиологический анамнез. Что значит эпидемиологический анамнез? Это возможность была у этого данного человека, пациента, заразиться этой инфекцией. Был ли он в контакте, выезжал он, не выезжал. То есть, если есть какие-то эпидемиологические предпосылки, то, конечно, здесь вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Но это тоже не говорит о том, что он коронавирусная инфекция. Следующим этапом идет это уже лабораторное обследование. Используются тесты, используется вирусологическое исследование из носоглотки и забирается кровь. Результаты, если забираются по показаниям, то они готовятся очень быстро, в течение 5-6 часов. Поэтому мы за такой период уже можем разработать план мероприятия. Вот написали, поступила от телезрителя вопрос. Говорят, мы чистим мусор в городе. Это я перевожу, написали на казахском. Мы можем заразиться. Ну, чем он не написал, но мы можем заразиться вирусом. Ну, вообще коронавирус... Для таких людей, да. Есть, конечно, есть риск заражения. Но чтобы заразились они именно коронавирусной инфекцией, это значит, сам вирус должен попасть на этот мусор. Чтобы он попал на этот мусор, конечно, это должен попасть капельки выделений заболевшего человека. Если этот мусор длительно находился в каком-то контейнере, то вирус не сильно стойк в природе, поэтому он быстро разрушается. Конечно, таким людям я рекомендую соблюдать просто меры профилактики. Это ношение перчаток, защитные маски, постоянная смена одежды. И вполне этого будет достаточно. Вы говорили, надо защититься от коронавируса, что он, если попадет туда. Но вообще, как инфекция эта появляется? Ну, любая из инфекций. Ну, мы понимаем, ОРВИ где-то вышло, вот коронавирус где-то вылез. От чего это может быть? О причинах расскажите. Ну, в природе существует очень много инфекций. Мы знаем, что этот вирус впервые был зарегистрирован в Китае, в Ухане. И источником данного вируса явились летучие мыши. Поэтому сейчас те заболевшие люди, которые у нас в Казахстане, это все контактные. То есть приезжие люди с тех стран, где были заболевшие. Это уже те люди с коронавирусной инфекцией, которые были непосредственно в контакте с человеком, который болел коронавирусом. Поэтому в данной ситуации у нас в Казахстане большая часть заболевших, это те, которые контактировали с людьми, заболевшими коронавирусом. Сейчас медиками проводятся обследования именно тех, которые прибыли из разных стран. Однако нам звонили, жаловались, говорили, что они обращались в разные инстанции, но в больницы, чтобы их проверили. Однако, видимо, поздно к ним приехали. Конечно, в Казахстане разработано очень много мероприятий, постановлений есть, на основании которого, Минздравом, на основании которого проводят различные мероприятия, профилактические, противоэпидемические, для того, чтобы не распространялась коронавирусная инфекция. Это начиная с аэропортов, поездов. Все люди, которые прибывают, обязательно они попадают под контроль медицинского работника. Показанием для обследования необходимости это решают только медицинские работники о необходимости. Поэтому каждый, который предполагает, что, возможно, он заразился, нужно просто-напросто обратиться к медицинским работникам. Есть телефонный звонок. Давайте ответим нашему телезрителю. Говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы вам задать один вопрос. Задавайте. Алло, здравствуйте. Задавайте, мы вас слушаем. Мы хотели задать вам один вопрос. У нас в Паблокургане, в Алматинской области, самая первая появилась инфекция, правильно? Что? И вот, сами подумайте, и уже прошло сколько времени... Вы сформулируете свой вопрос, потом задайте. Задаю вам вопрос нормально, потому что в Активинской области уже полностью инфекцируют все улицы, не то что магазины. А у нас в Паблокургане даже не могут... В автобусах нету, у нас в Паблокургане нету автобусах, даже шоферы ездят без маски. Никакой обработки нету. Как можно это понять? Объясните, пожалуйста. Спасибо. Ну, на сегодняшний день в городе Талдыкургане ни одного случая заболевших коронавирусной инфекцией нету. Да, действительно, есть у нас люди, которые находятся под наблюдением, то есть, которые приехали из стран, где зарегистрирована коронавирусная инфекция, или которые были в контакте. Они вот на сегодняшний день все обследованы, и ни у кого нету положительного результата. То есть, у всех отрицательный результат. Конечно, я всех призываю, в том числе тех работников, которые обслуживает наше население, как вот, исходя этого вопроса, работники, работающие автобусы, использовать маски, конечно, использовать все меры предосторожности, возможности не только заражения себя, но и тех людей, которые они обслуживают. Ну, обработка проходила, я не знаю, насколько регулярно проводится, но обработка вот именно автобусов проделана. Да, даже по улицам некоторым проводилась, а там, где в этом есть необходимость. Это определяют эпидемиологи. Вот задают вопрос, мой сын инвалид, вот хотели удалить зуб, а нам, говорит, страшно, но боятся, видимо, вируса. Что им делать? Если по медицинским показаниям есть необходимость удаления зуба, то сейчас никаких проблем нет. Вся экстренная служба медицинских учреждений работает, и бояться не нужно, потому что в любом медицинском учреждении то же самое и в стоматологиях предусмотрены все меры, профилактики, чтобы кто-то, кто приходит к ним, не мог заразиться. Поэтому могут смело... Конечно, обратиться и удалять зуб, если в этом есть необходимость. Ну, если пока в Талкургане нет коронавируса, я думаю, бояться пока нечего. Скажите, пожалуйста, вот тест-системы, они стопроцентно выявляют заболеваемость вот этим вирусом? Ну, все те тест-системы, которые используются, они зарекомендовали себя очень хорошими результатами. То есть эффективность и результативность этих тестов дают очень высокую. Потому что эти тесты использовались в тех странах, где были зарегистрированы коронавирусные инфекции. Но в то же время мы используем не только тест-системы, мы используем и другие методы лабораторного исследования. Поэтому, если какие-то сомнения есть, конечно, у нас есть дополнительные исследования, чтобы установить диагноз. Одним тестом не ограничиваете, конечно. Если в этом есть необходимость, то, конечно, да. Есть еще мнение людей, которые говорят, что лечить коронавирус как ОРВИ нельзя. Ну, и поэтому у нас растет количество больных. Так ли это на самом деле? Лечить коронавирус как ОРВИ? Ну, конечно. Для каждой вирусной инфекции определенная тактика лечения. Поэтому коронавирус сейчас лечат только медицинские работники. И те препараты, которые предусмотрены, они только по показаниям. Поэтому я всех призываю обратиться к медицинским работникам. Вопрос поступил. Скажите, пожалуйста, почему нам не говорят... Ну, это вот на казахском они задают, я вам сразу перевожу. Почему нет системы между инфекционистами и эпидемиологами? Не все... У них между нами нет связи, поэтому мы выявить вирус не сможем. Это вот кто-то отрицательного так вот написал, отправил. Есть связь интересная между эпидемиологами и инфекционистами, которые... К сожалению, человек, который задает вопрос, не очень осведомлен. Вся инфекционная служба, она очень тесно связана с эпидемиологами. Поэтому сейчас вся работа очень тесно разработана вместе с эпидемиологами. И эпидемиолог всегда рядом возле инфекциониста. Ну, видимо, не знает. К концу нашей программы осталось немного. Ваши пожелания нашим телезрителям, как быть в такой ситуации? Уже торговые центры начали работать, люди начали выходить, ходить по магазинам, торговать и так далее. Люди, покупатели тоже начали ходить. Как быть, что делать? Ну, конечно, на сегодняшний день у нас зарегистрированы 97 случаев коронавирусной инфекции. Это не так много. Но я призываю всех наших казахстанцев не терять бдительность. Потому что эта инфекция показала очень тяжелые формы этого заболевания. Которые приводят к летальности. Эта инфекция потихонечку и у нас все-таки ежедневно регистрируется. У нас это в Казахстане. А то могут подумать, что в нашей области или в нашем городе. Нет, у нас в Казахстане. Поэтому я всех призываю, чтобы каждый сам подумал о своем здоровье и помог нам, медицинским работникам, побороть эту инфекцию. Поэтому соблюдать определенные меры профилактики, о чем я уже выше говорила. Стараться своевременно обращаться к медицинским работникам. Помогать друг другу. Я думаю, тогда эта инфекция будет победима. Надо следить за всем. Что сегодня делает каждый человек. Элементарные руки помыть или просто не выходить из дома и соблюдать гигиенические меры. Мы благодарим вас, что нашли время и пришли, ответили на вопросы наших телезрителей. Каждый день в 16.00 для вас работает студия. Сегодня вы можете каждый день задавать свои вопросы нашему гостю. Все службы Алматинской области, председовители этих служб приходят и отвечают на ваши вопросы. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok